Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Были чувства к начальнику крестивые, и в начале это было взаимно, но он постоянно сомневался из-за разницы в возрасте и по поводу работы. А потом начались ссоры и ревность, внешняя причина работа, внутренние обиды, что не получилось, постоянно напоминание о неудаче, соответственно искусственное избегание общения, напряженность, нереализованное желание у каждого своей причины. В течение времени ситуация становится хуже, если в офисе просто идет избегание и минимизация общения, чтобы избежать боли и сближения, а вот во время корпоратива все ужасно, так как начинается природная демонстрация с его стороны, пренебрежительно ко мне отношения, и даже простая просьба налить вина или что-то в этом роде воспринимается с показанной гремацией и неадекватной реакцией. Будто я ему навязываюсь и домогаюсь, он все это сопровождает шутками, типа опять началась наша любимая сценка и т.д. Я молчу, но все сотрудники это видят и становится неприятно. В последний раз он вовсе сказал мне, что он на работе не занимается сексом, извини. Хотя я ни о чем таком не спрашивал, но это могли слышать другие, мне стыдно. Я не хочу, чтобы мне ходили всякие слухи. Иногда, конечно, я тоже могу сказать что-нибудь действительно в ответ, но поняла, что это только все ухудшает, поэтому я просто молчу. Он воспринимает меня как врага, я не знаю, что сделать, чтобы изменить ситуацию. Если я сижу и работаю молча, ни с кем не общаюсь, он говорит, что я как дико. Если начинаю активно со всеми общаться, он злится и говорит, что я банду за его спиной собираю. Хе-хе. На банду. Против него. Все это смешно и одновременно грустно. Я вся уже измучилась, каждое мое слово играет против меня. Как себя лучше вести в данной ситуации, останется не общаться с ним или прояснить ситуацию. Или игнорировать все эти глупости. Ну, мне кажется, что уже в самих ваших вопросах, да, содержатся некоторые, так скажем, моменты, на которые необходимо обратить внимание, да. Вот, в частности, в частности, почему, а точнее как, вы приходите к тому, чтобы выбирать между отстранением и прояснением ситуации. То есть, вот каким образом для вас это выбор? Хотелось бы вот этот момент несколько прояснить, если это возможно. Дальше. Вы называете это глупостями, но судя по поведению вашему, по поведению мужчины, это для глупостей как-то слишком сильно оказывает на вас влияние. Вы не находите, вы так не считаете? То есть, вы называете глупостями то, что происходит, но для глупости это как-то весьма, ну, весьма серьезно влияет на вас. Вот поэтому, может быть, имело бы смысл как-то перестать обесцениваться, да, перестать бежать и все-таки признать, что это не глупости, а что это довольно серьезно. И для него, и для нас. Вот. Далее. Значит, если прояснять что-то, да, то прояснять, конечно, лучше всего, имея определенную позицию. То есть, если вы что-то проясняете, то желательно иметь позицию, чтобы было что, как бы, ну, демонстрировать. А ваша позиция, она странная, в том смысле, что как-будто не совсем очерчена. И в целом, я бы сказал, что вы как-то вот себя как будто бы все время пытаетесь удерживать, как будто бы в целом пытаетесь все время себя подавлять, все время зажимать, все время делать так, как, не знаю, к примеру, удобно другим, но не вам, но не вам. Вот. И в результате, в общем, как мне видится, хорошего из этого, в общем и целом ничего не получается, как вы можете видеть. Вот. Давайте, давайте разберем сейчас ваш вопрос, да, более подробно. Итак. Были чувства к начальнику и в начале это было взаимно. Итак. Были чувства к начальнику и в начале это было взаимно. А какие чувства, о каких чувствах в данном случае идет речь? Это любовь, это симпатия, это интерес, это что? Что за чувства? Что за чувства? Как бы, понимаете ли вы, да, понимаете ли вы, что отношения на работе ведут к определенным последствиям, ну, последствиям, вот, или нет, вот, то есть получается, что изначально у вас появились чувства к начальнику, вот, потом у него появились взаимные чувства к вам, потом там начались некоторые проблемы, вот, и, соответственно, начались последствия, вот, дальше идем. Он постоянно сомневался из-за разницы в возрасте и по поводу работы, что, в принципе, нормально, что, в принципе, нормально. Но что вы с этим делали? Вот. Как вы это решали? Ведь, ээээ, ну, все можно решить, в принципе, вот. Но не совсем понятно, как вы это решали, там, вот. Дальше. Дальше. Потом начались ссоры и ревность. Ну, смотрите. Ссоры и ревность с обоих сторон. Ну, поскольку на человека вы повлиять не можете, да, на человека именно повлиять, вы не в силах, то с вашей стороны какой был вклад в ссоры и ревность? Вот. Это же, вы тоже, ну, вносите какой-то вклад? Вот. Так что, нужно в первую очередь разобраться в себе здесь. Далее вы пишете, эээ, внутренние причины, это обида, что не получилось, что именно не получилось. Постоянное напоминание о неудаче. Неудаче, эээ, чьей, то есть вы здесь кого-то бы не разграничиваете, эээ, что не получилось, чья обида, чья неудача. Вы пишете искусственное избегание общения, напряженность, нереализованное желание указывать свои причины. Так вам, анализм, в первую очередь нужно разобраться со своими причинами, да. Например, каким образом у вас появились чувства к начальнику на работе старше вас на 20 лет. При этом, эээ, как бы, ну, если бы эти, эээ, чувства, да, они были бы, эээ, так скажем, эээ, позитивными. То есть, если бы они были конструктивными, да, вы бы не ссорились, ничего об этом не было, вы бы просто любили человека, принимали бы его, например, и всё. Вот. Так что, тут нужно разобраться именно вот с вашей стороны. Эээ, в течение времени ситуация становится хуже. Эээ, ну, так, эээ, если, условно говоря, у вас были скандалы. Вообще, эээ, скандалы часто являются замещением, да, вот. Но, опять же, не очень понятно, что именно и почему не получилось. И у кого. Вот. Так, вовсе избегание анонимизации общения, чтобы избежать, избежать боли и сближения. Вы про кого говорите-то? Про себя или про него? Чья боль? Во время корпоратива все ужасно, начинается природная демонстрация с его стороны пренебрежительной ко мне. Аноним, а вы вот, эээ, как бы, ну, эээ, зачем на корпоратив зайдёте? Ну, то есть, если знаете, что человек будет так себя вести. Для чего вы просите налить вина у него. То есть, это очень похоже на провокацию. Как будто бы сами того не осознавая, вы проявляете некоторые подавленные у себя чувства. Вот как раз, эээ, таким способом. Эээ, дальше воспринимается с показанной гримацией и неадекватной реакцией, ему кажется, что вы провоцируете. Он все это сопровождает с шутками, типа, началась наша любимая сынка, он воспоминяет это как провокацию. Я молчу? Да, но перед этим вы попросили в него вина. Средавручник это видит, это становится неприятно. Из-за чего? Что это за чувство, вот, эээ, такое, что вам, вот, неприятно становится, вот, что это за чувство. В последний раз он вовсе сказал, что я на работе не занимаюсь сексом, извините. Ну, соответственно, почему-то он к этому пришел, да? Хотя я ни о чем в таком не спрашивала, но вы же сами писали чуть выше, что у вас что-то не получилось. Я не хочу, так, эээ, значит, так, хотя они о чем не спрашивали, смогли слушать другие, мне стыдно. Стыд, это, эээ, такое чувство, как правило, когда человеку качество, с одной стороны, ждем постоянно делать что-то не так, вот. А с другой стороны, это когда человек подавляет себе, эээ, так скажем, ну, свои вот потребности определенные, вот. И идея здесь в том, что бывает именно по работе со своим стыдом. А, то есть, вы говорите, мне стыдно, но где вы были раньше, когда, эээ, как бы, ну, условно говоря, эээ, там, может быть, рассказали начальнику, да, о своих чувствах там. На этот момент вы согласились на то, что об этом могут узнать другие люди, коллеги. Я не хочу, чтобы вам не ходили всякие слухи. Вот. Вы не хотите, чтобы ходили слухи, но, как бы, чувства к начальнику у вас есть, и они были взаимные, и вы говорите, он сомневался. То есть, если бы он не сомневался, то отношения бы получили свое развитие, как бы, да? То есть, как это коррелируется-то с тем, что вы не хотите, чтобы нас ходили слухи? Непонятно. Вот. Поэтому надо разобраться в себе. Есть ощущение, что вы, вот, как-то, не очень осознаете то, что с вами происходит, а чего вы хотите. Иногда я могу сказать что-нибудь изъявить изъявительное в ответ. А зачем? Для чего? Из какого чувства? Ну, я поняла, что это только все ухудшает, что именно, поэтому просто молчу. Опять же, молчание в данном случае, в случае, если вы себе что-то подавляете, может восприниматься как... ...провокация. Он вот, например, мне как врага, я не знаю, что сделать, чтобы изменить ситуацию. Мне кажется, в первую очередь, изменить свое поведение. Ну... Если я сижу работаю, ни с кем не общаюсь, он говорит, что я дико есть, начинаю активно со всеми общаться. Он говорит, что я собираю банду против него. А вы-то сами чего хотите? Вы-то сами хотите общаться или не общаться? В ноте. У меня такое ощущение, да, что вы вот под его дудку в данном случае пляшете. Вам нужно свое поведение пробегать. Я же измучилась, каждый массовый играет против меня. А вас это как-то задевает или что? От чего вы измучились конкретно? Ну вот. Прежде чем прояснять ситуацию, вам нужно, повторюсь, сформировать свою позицию. Вот. А у вас пока что ее нет. По моим ощущениям, она полностью зависима от мужчин. Вот. Ну, здесь, наверное, хочется несколько таких, может быть, немного банальных вещей добавить. Я думаю, что есть ощущение, что вы в начальнике как-то вот ищете как будто бы отца, да, и с ним ведете себя как маленькая девочка как будто, то есть как ребенок. Вот. То есть, соответственно, я бы вот тут вот посмотрел, да, на то, как вы в целом организовали свою социальную и личную жизнь. Нет ли у вас такого, например, что вам мало кто нравится или не нравятся мужчины, например, вашего возраста? Это может как бы свидетельствовать, да, о том, что вы свои чувства в определенный момент подавляете, а в определенный момент они у вас как пружина распрямляются и вам, ну, очень сложно их контролировать. Вот. Понимаете, да? Поэтому вот с этими аспектами, на мой взгляд, нужно работать, конечно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!